Всем добрый вечер. Саша говорит, у тебя там ничего не горит? Я говорю, да нет, не горит. А я в духовку поставила запекать тыкву и пельмени. Смотрите, новое блюдо. Да уж, пельмени. Пахнет вкусно. Правда? Но мы уже поужинали, дорогой. Все равно пахнет вкусно. Значит, по второму кругу. Это ничего не значит, поужинать или не поужинать. Говорю рецепт. Взяла пельмени, выложила их в форму. У меня было пол коробочки сливок. Думаю, куда мне их применить? Залила сливками. В сливки добавила немножко соли. Нарезала помидор, укропа. И залила пельмени. И поставила в духовку. Посмотрите, какая красота. Я понимаю, нижняя часть у тебя, первый ряд пельменей. Да. Потом соус сливки с помидорами. Да. Залиты были. Полностью залита. Эта форма была полная залита сливками. И вот, пожалуйста, вам блюдо. Готовится очень быстро, вкусно. Ну, спасибо. И в кастрюльке варится на завтрак кукурузная каша. Пахнет вкусно на кухне у нас, да, Сашенька? Да, Машенька, да. Как мы ласково говорим. И поссоримся, и повурчим друг на друга. И ласковых слов наговорим. Вот я ему, Сашенька, а он мне, Машенька. До скорой встречи на нашем канале, сказала Таня. Так? Так, так. Всем здравствуйте. Хочу запечь курицу. Идём в гости Галина в Испании. Она отмечает католическое Рождество. Ну, и я решила запечь курицу. У меня есть приправа для неё, соль, перец, вернее, горчица. Сейчас я её замариную часа на два. Дальше нафаршируем её яблоком и айвой. И запечём. И будет у нас вкусное блюдо из курицы. Курочку я уже замариновала. И сейчас на часа два-два с половиной оставлю. Пусть маринуется. Специями так пахнет вкусно, да? Прелесть. Должна быть вкусная. А фаршировать мы будем перед тем, как ставить в духовку. Так точно. Будет айва. Что ещё? Яблоко. Да. Можно ещё туда и рис добавить. Но я рис не буду добавить. Добавлять я лучше вот айвы и яблоко побольше. Но так вкуснее. Хорошо. Согласен со мной? Согласен. Молодец. Ходим в подвал. Достаем новогодние игрушки. Вчера принесли ёлку. Таня ходила в магазин. Купила рыжему коту покушать. Сегодня ещё сходим к маме. Во второй половине дня занесём гирлянду. Повесим ей. Здрасте. Здрасте. Где твой? О, ничего себе. Помочь вам? Килограмм взельца. Помочь? Скажешь, сам справлюсь. Товарищ. Панове. Он живёт в следующем подъезде. И вышел как-то хлопец один. Я говорю. Я накормила этого кота. Хлопец говорит. Да я его только сейчас накормила. Говорит. Да, но я не знала. Он говорит, когда спускается из дома. Он на четвёртом этаже живёт. Он, говорит, подходит к моей двери. Начинает, говорит, выть. Я уже слышу. И кормлю его, выхожу. Вот так пристраивает скоты. Он жив у одной, ну, женщины. Ну, нет этой женщины. Женщины нет, да. И все вот добрые люди кормят. Ешь, рыжик, ешь. Его вечером закрывают в квартире. Там, где жила женщина. А утром выпускают. А утром выпускают. Это так каждый день. Так что днём он сам по себе. Ешь, ешь, рыжик. На вольных хлебах. Зато вошейник есть. Так, где были, что купили. Купили мы капусты. Пекинку купили. Пару мандарин. Пару хурмишек купили. Всё, получилось. Пять рублей. На пять рублей. Это у нас пересечение Дзержинского и Карбышева. Стоит вот за нами следом. Овощная палатка. Так удобно. Или варёк. Домик деревянный. Продавщица нас спрашивает. Говорит. Ты сама сказала, говоришь, мы идём в хлебный магазин. Нет, подожди. Она говорит, вы будете идти обратно. Я говорю, сейчас в хлебный ещё, Саша, надо зайти. А вы будете идти обратно? Говорит, что вы хотели? Ой, я такая голодная. Булочек хочу. Ну, я вам сейчас пойду куплю. А то, говорю, мы пойдём аж в 4 часа вечера. Как проголодает. Говорит, я с голоду умру. Сейчас пойду я и булочек куплю, отнесу. Запекаем мы курочку. Вот она у меня немножко в духовке постояла. Я её сейчас под солнечным маслицем смажу. Смажу, чтобы она ещё красивее была. Всё. Снова в духовку. Курочка готова. Приятного всем аппетита и приятного просмотра. Сейчас мы эту курицу положим в сумку и отнесём. А завтра мы будем праздновать Рождество, ребята. Рождественская курочка. Сегодня относим холодец, курочку. И основное всё уже, всё там. Надо кое-чего ещё докупить. И всё. Всё, собираемся. Стою, жду Татьяну. Пошла на рыбный магазин. Рыбный магазин Санта. Людей много. Очередь во все отделы. Побывали мы у мамы. Занесли всё, что Таня готовила. Всё, что ещё осталось дома. И идём потихоньку домой. Сейчас зайдём ещё в Перфект. Узнаем, как обстоят дела с нашим заказом. С нашими тортиками. Такие дела. Такие вечерние новости. Добрый вечер. Мы с Сашей поужинали. Думаю, надо заняться какими-нибудь делами. А какими делами может заняться хозяйка? Есть у меня лаваш. И я решила сделать конвертики. С очень вкусной начинкой. Здесь у меня творог, сыр, укроп. Можно сюда, по желанию, добавить пару зубчиков чеснока. Всё хорошо размешиваем. Лаваш, лист лаваша я делю, наверное, на 6 частей. Такие небольшие листочки получаются. Лаваш-то сам большой. Вот у меня 6 штучек. Как надо делать, скажи, квадратиками или квадратиками? Квадратиками нарезаем на 6 частей. Нарезаем лаваш на 6 частей. И каждую лавашинку... Кладём туда начинку и заворачиваем в конвертик. Да, кладём начинку и заворачиваем в конвертик. Потом можно в духовку на 10 минут или на сковородке 5-7 минут. С одной стороны, даже я не жарю, а так, чтобы сыр расплавился. Вот мы уже пробовали такие, Саш. Скажи, тебе понравилось и мне понравилось. Вкусные, да. Такие вкусные. А ещё всё замечательно. А ещё у нас печенье есть с изюмом. Я уже его тут разложила в эту форму. Хочу сделать торт за 5 минут. Ты смотрела, одинаково в каждой стопочке изюма попадается. Это надо тебе съесть, а то мне больше попадёт, а тебе меньше. Обидишься ведь. Переживаю я, чтобы одинаково было. Берём пару бананов. Вот здесь у меня сколько штучек. Берёте форму 4. Раз, два, три, четыре. 16 и 16. Будет 32 штучки печенья. Берёте любого, можете меньше. Может на любую форму, может такую маленькую сделать. Кому как нравится. Берём два банана. Я, наверное, всё перебью со сметаной, с сахаром, с ванилью в миксеры. А можно просто нарезать кусочками и добавить сахар в сметану. И поливать, выложить на каждую печенюшечку, например, сметану. И кружочки на каждую печенюшку. Но я хочу сделать однородную массу такую. Как сметана густая, ваниль, сахар. Банан всё перемолочу. Ничего не понятно. И каждый слой печенья смажем вот этим вкусным кремом из сметаны. Да такие пироги, эти тортики делает каждая хозяйка. Одна я только не делаю. Ничего не запомнил. Тебе не надо запоминать. Когда попробуешь, тогда и оценишь. Можно этот торт посыпать крошкой из орехов, из печенья, из вафель. У кого каждая фантазия. Можно как-нибудь его украсить. На каждую стопочку положить, например, вишенку или клубничку. В каждую стопочку по вишенке? Да. Это, конечно, хорошо. Можно иргу, можно малину. Это будет очень красиво. Взял вот так лопаточкой. Раз. Положил в тарелочку. И угостил своего мужа или соседку, или соседа. Стопочкой с вишенкой. Стопочкой с вишенкой. Ну, в общем, сейчас хочу быстренько всё это приготовить. Давай. Давай. Вот как-то так. Кладём начинку и складываем, сворачиваем в конвертик. Всё очень просто, быстро. А результат какой? Объедение. Попробуйте. А ещё можно трубочки накрутить. Кому не нравятся конвертики, можете сделать трубочки с начинкой. Тоже оригинально смотрится. Правда? Да. Мне нравится. Делаем торт из печенья. Бананов и сметаны. Я сахара, наверное, добавлять не буду, потому что печенье сладкое, банан сладкий. Чуть-чуть ванильки для аромата. Сейчас всё это собьём и будем смазывать первый слой печенья с изюмом. Саша говорит, разложи так, чтобы изюм был везде. А то в одной стороне много, в другой мало. Ну, вот такой мой Санёк юморной. Получилась у нас сметанно-банановая масса. Смотрите. Сахара не буду добавлять. Я попробовала. Не надо лишний сахар, потому что тут достаточно сладости в банане. Ой-ой-ой, какая вкуснота. Всё, сейчас будем заливать первый слой печенья. Сколько сметаны? Девочки, не знаю. Может, грамм 200, может, чуть больше. Смотрите сами, кто сколько будет делать. Всё на глазок. Первый слой смазали. Выкладываем второй слой печенья. И так до тех пор, пока будет полная форма. Ну, вот у меня, наверное, будет столько печенья, сколько я вам посчитала. Если многовато, значит, чуть меньше сделаю. А сейчас форму с тортом поставим в холодильник. А завтра украсим. Всё так просто, быстро. Попробуйте. Может, и вам понравится. Я думаю, это будет очень вкусный десерт к чаю. Приятного просмотра. Итак, наш торт постоял в холодильнике. Печенье пропиталось. Я так немножко пальчиком попробовала, но мягкое. И решила я его украсить. Это молотый кунжут. Лучше бы ты на зуб попробовала, а не пальчиком. Сначала украсим. В общем, так. Сейчас мы его посыпем. Можно, я вам говорила, орешками. А мне вот созрела такая мысль. Кунжут. То же самое будет. А у кого ничего нет, значит, печенье или вафлю. Так решила я украсить своё произведение искусства. Сейчас ещё доукрашаю и покажу вам, как он будет смотреться в целом. Красиво, правда? Итак, торт я украсила. Считаю, что этот торт можно даже подать на праздничный стол. Будет замечательно. Посмотрите, какой он красочный, красивый. Можно чем угодно украсить. Вот у меня пришла в голову такая фантазия. Я её украсила мандаринами, дольками мандаринов и клюквой. Можно чёрной смородиной, красной смородиной, малины. Ой, и у меня уже в голове ещё одно украшение. Ну, один торт всего. Когда мы едим апельсины, мандарины, я не выбрасываю корочку. Я их засушиваю. Вот, видите, положила в мисочку и пусть стоит. И потом кладу в плательный шкаф, чтобы моль не заводилась. И даже на кухне в шкафочке. Иногда можно даже, знаете, куда? В банке, где у вас специи. Я кладу туда, вернее, не специи, в банке, где хранится крупа. Небольшую дольку корочки туда кладу. Или дольку чеснока. Срабатывает 100%. Ничего не заводится. Потому что есть такие крупы, которые каждый день у нас не едятся. Например, перловка, пшено. Раз, небольшую корочку. Но нужно это всё чаще менять. Потому что запах улетучивается. И периодически менять. Приятного всем просмотра. Делайте такие красивые тортики для своих, родных и близких. Приятного всем просмотра. Редактор субтитров А.Семкин